Территория предприятия «Тепличный» сейчас вся в белых клубках тополинного пуха. Летний снег забивает водосточный канал. Прочистить сток и подмести дорожку – задача для молодых сотрудников «Тепличного». Влад и Женя трудятся здесь с 1 июня. Для них это уже не первая летняя каникулу, которую подростки проводят с пользой – на работе. Я в прошлом году работал у Дворца спорта на аттракционах. Вот сюда устроился, работал, нравится. Я тоже работал не первый год. В прошлый год работал на стройке. Для меня так работа – это времяпривождение, до обеда, в принципе, нормально. И деньги тоже. Приятный бонус к этому. Я так уже всё распланировал. Покупка телефонов в планах. То же самое. Всего на комбинате «Тепличный» этим летом на временные рабочие места взяли 10 подростков. В июле на смену Владу и Жене придут 6 других старшеклассников. Ещё двое начнут трудиться в августе. В обязанности таких работников входит неквалифицированный труд. Уборка территории и мытьё кассет из-под рассады. А рабочий день длится меньше, чем у взрослых. Комбинат «Тепличный» – это предприятие особой социальной направленности. В плане трудоустройства подростков мы проводим ту же самую политику. Предприятие наше может явиться стартом для трудовой деятельности подростков. Здесь они приобретают первичные трудовые навыки, как-то вливаются в коллектив, понимают важность наших рабочих профессий. Вливаются подростки и в коллектив компании «Газпром газораспределение». Здесь сейчас трудятся сразу четыре школьника. В обязанностях десятиклассницы Насте Смирнова, к примеру, содержать в чистоте помещение выставочного павильона. Мне так понравилось работать, что я решила остаться на ещё один месяц. Подкоплю денег, потрачу на что-нибудь полезное. Желание подростков продолжить работу в компании приветствуется. По согласованию с Центром занятости, Настя будет работать здесь и в июле. А всего на летний период здесь сформировано 10 вакансий для школьников. Третий год подряд компания «Газпром газораспределение Волгды» работает совместно с администрацией Волгды, с Центром занятости населения, 32-м лицеем и принимает подростков на работу в летний период. Ребята трудятся у нас на уборке территории, на уборке помещений, то есть согласно Трудовому кодексу, там, где нет вредных условий труда. Работают по сокращенному рабочему днём. В Волгде трудоустраивают подростков каждое лето. Занятость школьников совместно организует городская администрация, Департамент труда и занятости населения области и региональный союз промышленников и предпринимателей. В мае соответствующее соглашение было заключено на заседании Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров при участии мэра Волгды Сергея Варапанова. В этом году на летнюю занятость подростков направлено порядка 3,5 миллионов рублей. При этом городских средств больше, чем годом ранее, плюс спонсорская поддержка. В этом году выделено почти в два раза больше средств на создание рабочих мест для несовершеннолетних детей, порядка 480 тысяч рублей. Мы на эти деньги создали более 200 рабочих мест, и сегодня уже порядка 150 детей в школах уже трудятся, создают трудовые бригады и трудятся. На все лето для подростков в Волгде создано более 700 рабочих мест, на которые придут школьники от 14 до 18 лет. Кроме городских предприятий и организаций подростков ждут в школьных трудовых бригадах и в учреждениях социальной защиты города. Школьники не просто получают возможность заработать, но и знакомятся с предприятиями города, а это уже помогает в выборе будущей профессии. Кроме того, занятость во время каникул – лучшая профилактика подростковой преступности. Татьяна Рыжкова, Михаил Прыщев, ВОК ДРФ